Хаос, который год Скольжу по глади Я В нерасчерченной тетради Чтоб окончательно Решить, что ты Должна строкою быть Не зная как Что будет дальше Где смысл и логика Пера, забыв где завтра Где вчера смешалось Все в моей тетради Лишь Строчка ты Совсем не моя Холодная, чужая, злая И Одинокая такая Такая грустная Немного чуть бледна И бесконечно Бесконечно холодна Как зачеркнул Тебя, где мой рассудок Где ты, где я Какое время суток Я заблудился Что виной Зачем За нашу спиною Где радость Встречи Как сделать лучше Пока лишь Хаос Слезы Тучи Восьмого тренера Звали Дядька Джон Бруно Звало я его Просто Джоном Или Когда и что-то От него Надо было Он для нее Просто был Дядь Диагностик Звал его Всегда без напряга Восьмым тренером Он давно перестал Запоминать имена Тренеров Именно Так называл себя Первый накачанный Крепыш С которым Они начали Дорогу Они очень быстро Менялись Эти ребята Первые Семеро Прожили Недолго Умерли Глупо Мыслили Примитивно Да и Какими Могли быть Люди Возомнившие Себя Мастерами Киберспорта Первые Как известно И умирают Первыми Диагностик Знал точно Что В этой жизни Всегда Находятся Идиоты Которые Хотят Идти Первыми Он Очень Их Уважал И Всегда Уступал им Дорогу Единственное Чего Он не мог Терпеть Это Когда Подобный Энтузиазм Охватывал Бруно А Однажды Когда Она В очередной Раз По Сентиментальным Соображениям Полезла На место По-моему Четвертого Тренера Тело Которого Потом Растворилось Зеленой Органической Кислоте Диагностик Научилась Прощать Диагностик Это Понимал И Соглашался Эти Трое Все Что Осталось У Бруно Она Боялась За них Боялась За диагностика Боялась За Лекса И Особенно Боялась За Джона Потому Что Он Всегда Был Тем Бесстрашным Первопроходцем Которого Уважал Но Считал Идиотом Диагностик Единственное О ком Она думала Как бы Сказать В общем Плохо Думала Была Джозефина Диагностик Конечно Соглашался Идти Завтра Вторым За Бруно Потом Обращался К восьмому Тренеру И Предлагал Последовать Ему Своему Примеру Выпустить Бруно В авангард Пробивать Дорогу Чтобы Я Да Заделкой Да Я лучше Сдохну Отвечал Джон Бруно Видишь Ты Обижаешь Джона Своим Недоверием Да И ты Должна Признать Что у него Очень хорошо Получается Быть первым И убивать Зомби А Пусть Идет Первый Впрочем Поговори с ним Сама Бруно Подходила К восьмому Тренеру О чем-то Его просила Как-то Убеждала Но Диагностик Знал Кончание Этого Разговора Заранее Она Никогда Не получит От него Ответ Да И Значит Останется Жила Это 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 Вполне Устраивало